Сохранить, не подревожив, воссоздать, не навредив. Небольшая деревянная церковь Казанской иконы Божьей Матери в Иванове – гордость жителей города. Этот хрупкий образец деревянного зодчества сохранился до наших дней с 17 века. Должного внимания объекту культурного наследия федерального значения долгое время не уделяли, но, наконец, реставрация началась. На протяжении последних четырех лет мы занимались очень плотно этим вопросом. На ближайшие два года, на текущий год и на следующий предусмотрено 15 миллионов рублей на комплексную реставрацию храма, включая и конструктивные особенности, включая интерьер объекта культурного наследия. Первым делом специалисты исследовали состояние памятника, чтобы детально уточнить объемы утрат, которые возникли с момента последней реставрации. Предыдущие восстановительные работы проводились примерно 25-30 лет назад. Нынешнее состояние памятника критичное. Отсутствие финансирования и ежегодного должного ухода за деревесиной, которая более чем другие материалы подвержена коррозии, гниению, воздействию жучков и всего прочего атмосферного осадков, она требует более большого внимания и больше затрат на сохранность. Судьба этой деревянной церкви была непростой. За время своего существования она трижды меняла свое расположение и название. Сначала храм располагался на нынешней площади Пушкина, затем в районе современной улицы Смирнова. На северную окравину города ее привезли в 1905 году. Тогда же была построена деревянная колокольня. Инициатива переноса была существована Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным. Это считается первой вообще реставрацией в нашем крае, такая вот научная. Об этом писал даже журнал специальный только до того времени. Ну и далее, значит, храмы Бурылины, даже пожертвовал старинные предметы, иконы. Под обшивкой, которую сняли реставраторы, оказались сотни самых обычных гвоздей. Бытующее среди ивановцев мнение о том, что деревянная церковь построена без единого гвоздя, не более чем красивая легенда. Те гвозди, которые им удаляем, обычные стальные гвозди, которыми были прибиты на кровле и прочие соединения. И скобы эти обычные, из 1980 каких-то годов. На сегодня мы сюда, согласно проекту, чтобы избежать протечек коррозии, забиваем и стараемся применять оцинкованные гвозди. При переносе деревянной церкви важнее было сохранить общий исторический облик, нежели уникальные технологии, которые использовались при ее возведении. Технология изменилась, естественно, что гвозди стали появляться. И чем ближе к современности, тем в большем количестве. Ну, сейчас, видимо, не требуется вот абсолютно точное создание вот именно старого типа там конструкций. Главное, как выглядит объект. Мы же ведь не требуем сейчас, чтобы церкви золотили над плуральным золотом, потому что то, что сейчас называют золотом, конечно, таковым не является. Это гораздо более дешевый заменитель. Восстановление памятника началось с ремонта кровли. Она сильно прогнила. Не в лучшем состоянии оказался и фундамент церкви. Кирпичная кладка местами сильно разрушилась. Специалистам предстоит заменить деревянную обшивку стен, сгнившие венцы. Древесину для восстановительных работ покрыли специальными бесцветными составами, чтобы прослужило дольше. Осенью реставрация должна закончиться. В следующем году власти планируют приступить к благоустройству территории. Огороженный участок возле деревянного храма станет больше. Юридические вопросы по земле уже решены. Кроме того, с территории храма уберут все современные постройки. Принципиальный вопрос – это концепция территории. То есть, четко нужно понять, мы должны убрать с территории железобетонные гаражи. Все навесы, которые мы видим сегодня на территории, это если священнослужителям необходимо хозяйственное здание, то оно должно быть явно в одном комплексе с церковным храмом и на каком-то расстоянии, чтобы не мешало восприятию такого сооружения. Вокруг церкви Казанской иконы Божьей Матери появится новое деревянное ограждение. Эскизы уже разработаны и согласованы. А свой привычный темно-серый цвет памятник деревянного зодчества приобретет уже через год.